Привет, мой уважаемый зритель, с вами Финни Мор. Спешу передать огромное спасибо всем тем, кто поддерживал наш канал. Ваша помощь неоценима. Всем, кто поддержал канал в это сложное время, плюс кармик гарантирован. И вам обязательно вернется ваша помощь, помноженная многократно, ибо таковы законы Вселенной. Так получилось, что вышел длительный перерыв в выходах новых выпусков, так как время оставалось свободного буквально только на сон. Раб Ота отнимает много сил и времени. Но ничего страшного. Уверен, скоро все вернется, и я опять смогу делать интересные выпуски для вас регулярно и часто, как было раньше. Нужно только еще немного подождать. Ну а сегодня, большая и очень интересная тема. Небесный хрусталь, которую мне пришлось разбить на три полноценных больших выпуска. Обязательно рекомендую посмотреть все три выпуска по порядку. Первый, второй и третий. Так как возникнет у вас очень большая масса вопросов, если не посмотрите все внимательно. Итак, давайте начнем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небесный хрусталь. Часть первая. Сфера влияния. Отвечает ветер буйный. Там за речкой тихоструйной есть высокая гора. В ней глубокая нора. В той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный. На цепях между столбов не видать ничьих следов. В круг того пустого места, в том гробу, твоя невеста. Картинка как бы мягко намекает, о чем нам хотел поведать Александр Сергеевич. И если кто-то еще не догадался, обещаю, после просмотра данного видео вы полностью пересмотрите свой взгляд не только на сказки Пушкина, но и на всю официальную астрономию. Также по ходу просмотра многие привычные слова и выражения проявят свой истинный смысл, о котором мы и не догадывались. Напомню, что боги закрыли наше живое светило скорлупой, которое люди стали называть Олимп или Дея. В итоге, боги поселились на небе, а люди по сей день вспоминают их инстинктивно, продолжая тыкать пальцем в небо. До дальнейшего понимания событий не только древних, но и тех, что творятся сейчас, нам просто необходимо подробно рассмотреть строение Деи. Так, а ну-ка я сюда сяду. Поначалу я стал описывать ее в образце главы смертного мира, но скорлупа устроена настолько сложно, что пришлось посвятить ей целую главу в трех частях. Итак, во-первых, скорлупа многомерна. Что это значит? А то, что она состоит из 11 слоев, вложенных друг в друга, повторяя тем самым принцип матрешки. Это прекрасно описано в сказках и мифах разных народов. У нас это хрустальный ларец с животными, вложенными друг в друга с яйцом в финале, где на конце иглы спрятана смерть Кащеева. Правда, со временем количество животных убавили, но смысл оставили. Это модель Атома. Но не забываем, что вселенная фрактальна. И по счастливой случайности модель Атома очень похожа на модель скорлупы. Я особо не подчеркиваю, что смерть Кащея именно на конце иглы. Просто запомните этот непонятный оборот. Он нам пригодится в финале. Кристалл равно хрусталь. Хрусталь и кристалл одно и то же. Заметьте, что не сказка, так описание этого хрустального сундука. Это говорит о том, что предки очень бережно хранили и передавали знания детям и внукам о точном местонахождении зла и о единственном способе избавления от оккупации планеты. Если сказки передавались из уст пуста, простые люди-то чем занимались мыслители древности типа Пифагора, Сократа, Аристотеля, Платона, Птоломея и так далее. А мы не знаем, нам никто не скажет. Думаете, что осталась куча книг с их философскими изречениями? Выкиньте их на помойку. Подделка все это, как говорится. Мудрец объяснит сложные вещи простым языком. Дурак сделает наоборот. Читая труды упомянутых мыслителей, возникает ощущение, что едешь на телеге по щебенке 80-й фракции и понимаешь, что написать сие мог только наркоман. Умные люди так не разговаривают и тем более не пишут. Мудрец выражается, словно родник журчит. Ничего лишнего, в каждом слове образ раскрывается. Мотивация серых понятна, но меня умиляет другое. Как извратили смысл рисунков и чертежей, оставленных теми же Сократами Аристотелями. Если юный Пушкин зашифровал такое в своих строчках, представьте, какую фантастическую информацию должны были оставить мудрецы, учитывая, что они прекрасно знали устройство Вселенной. Однако, их труды дошли до нас вывернутыми наизнанку. К счастью, мы уже знакомы с принципом перевертыша, поэтому все же попытаемся извлечь из них крупицы истины. Представляю вашему вниманию строение мира по Птоломею. Вот его схема. Если вкратце, то Птоломей взял за основу модель Аристотеля, где небо состоит из семи хрустальных сфер, на которых закоплена Солнце, Луна и пять планет. Правда, эта модель противоречит первому закону Кеплера, но не потому, что Птоломей такой дурак был, а потому, что серые приложили к схеме свои ручонки и слегка напакостили, разместили землю в центре сфер, а не сферы в центре земли. То есть, точностью, да наоборот. Я, кстати, в прошлом выпуске уже рассказывал вам насчет перевертышей. Уродливые ангелы по периферии рисунка лишь подтверждают все вмешательства. Видимо, поэтому данная модель просуществовала и так далее. Если верить Икипедии, вы можете возразить, почему сразу подделка. Может, Толомей именно таким и видел наш мир. Справедливое замечание, но я все же настаиваю, это подделка. И сейчас я докажу это. Представляю вашему вниманию вот такие игрушки. Глобус неба. Это не шутка. Это старинные глобусы неба. Если кто не слышал, повторяю, глобусы неба. Объясните мне, как хаотичная звездная россыпь вокруг Земли, согласно официальной науке, может трансформироваться в геометрически правильную сферу. Это то же самое, что сгородить глобус Африки или глобус Черного моря. Вы видели глобус Африки? Тогда покажите мне точку на планете, с которой человек увидит в небе глобус созвездий. Вот выдержка из Википедии. Представление о небесной сфере возникло в глубокой древности. В основу его легло зрительное впечатление о существовании куполообразного небесного свода. Да потому что в древности наличие стеклянного шара в центре Земли даже не обсуждалось. Вот и делали такие глобусы. Дальше больше. До нас дошли другие артефакты о строении мира. Их козырь в том, что сделаны они мастерами высочайшего класса. Настолько искусно, сложно, что кривым ручонком их не подправить. Карты, схемы и глобусы звездного неба это просто детский лепет по сравнению с этим. Армиллярная сфера. Аскариал, Ватикан. Обратите внимание и запомните, что охраняют сферу с четырех сторон света. Это просто шедевры, в которых сочетается безукоризненная искусность исполнения с глубочайшим познанием устройства неба. Как вы догадались, амиллярная сфера это подробнейшая начинка глобуса неба. Посмотрите внимательно. Главный внешний каркас это и есть наша земля, внутри которой многослойная скорлупа неба, разложенная Птоломеем на семь сфер. Однако в самом центре всей этой мудреной конструкции какой-то позолоченный шар, который ну никак ни на что не похож, ибо земля здесь снаружи, а солнце на третьей орбите. Вот и выходит, что в древности люди прекрасно знали, что в самом сердце неба спрятан салар. А вот современные биороботы настолько заняты покупкой отравленной жратвы, что в упор не видят армиллярную сферу, даже если их ткнуть носом. Смотрите и не говорите потом, что вам не намекали. Вот заставка из сериала Игры Престолов. Маленький кусочек. Посмотрите и сами все увидите, но многие видели. Давайте еще раз освежим нашу память. Армиллярная сфера Фернанда Первого. Музей Галилея, Флоренция. Самая большая и дорогая армиллярная сфера в мире. Два метра в диаметре, высотой около четырех, полностью позолоченная. Единственное, что хватило способности фальсификаторов воткнуть сверху крест и державу. Не знаю, какую лапшу вешают экскурсоводы Ватикана и Флоренции про армиллярные сферы, но я вам покажу последний артефакт, который разбивает всю нашу сегодняшнюю астрономию в дребезги. Вот смотрите, это единственный настоящий глобус, который чудом избежал костров Инквизиции. К сожалению, я не знаю, где такой стоит и какой ахинеи оправдан. Здесь нужно обратить внимание на отверстия на пересечении белых линий. Как вы догадались, это тоже нужно запомнить для финала. Подведем итог. В отличие от технических шедевров, бумажные рисунки очень легко подправить, что мы и наблюдаем. Обратите внимание, на всех древних схемах последовательность слоев перепутана задом наперед. Еще бы! Современное стадо не должно знать, что мы живем внутри земли, а над головой искусственное небо с закрытым в центре истинным светилом. А теперь мы заметим странное совпадение. Вложенные друг в друга хрустальные сферы неба каким-то чудесным образом перекликаются с вложенными друг в друга животными из хрустального ларца, в котором смерть Кащеева находится. Как вы поняли, это одно и то же, а название животных это знаки зодиака славян, чертог зайца, чертог утки и так далее. Но это совпадение просто ерунда по сравнению вот с чем. Вы никогда не замечали, что наши планеты носят имена римских богов? Да, именно римских богов. Вы скажете, что это всего лишь совпадение, если бы не одно но. Толомей планеты никак не называет. Он дает имена именно сферам. Сфера Венеры, сфера Марса, сфера Юпитера, сфера Плутона и так далее. Думаете, это название планет? Ошибаетесь. Это имена богов, а сферы их обители. Таким образом, Птоломей указывает прямым текстом на семь твердых хрустальных сфер, вложенных друг в друга, как матрешки, каждый из которых управляет тот или иной бог. Теперь понятно, откуда выражение сфера влияния, сфера управления, сфера деятельности? Итак, сфера вложена в сферу. А как же сквозь семь сфер проходить вовнутрь? На этот вопрос нам ответит новогодняя игрушка. Ёлочку вставили вовнутрь сквозь отверстие в сфере. И она прекрасненько стоит, как мы и наблюдаем. А теперь представьте, что отверстие сферы заткнуто маленьким шариком, в котором есть дверца. Получается портал, шлюз, перевалочная база, КПП, называйте как хотите, обеспечивающий герметичный вход в гигантскую хрустальную сферу. Вы заходите в шарик, дверь закрывается, шарик поворачивается вместе с вами на 180 градусов, дверь открывается, вы выходите из шарика, но оказываетесь уже внутри сферы. Учитывая древность конструкции, у них должно быть название, которое вы прекрасно знаете. Сфера это греческое слово. У нас всегда было и есть слово шар, поэтому предки окрестили хрустальный шар по всем правилам образности русского языка. Шарство, царь, тоже от слова шар. При написании этого слова латиницей на языке Европы читалось то шарство, то царство, то в дальнейшем закрепилось даже у нас. Далее, согласно уставу тварей, образы нужно систематически извращать, да оборвалась связь между поколениями. Поэтому времена Петра и по сей день царство называется инстанция, то есть станция, вложенная вовнутрь другой станции. Таким образом, чисто русский суффикс ТВ упрямство, богатство, братство, шарство, королевство заменили мертвой словообразовательной запчастью ЦИЕ. Революция, полиция, проституция, декларация. Словарь Даля, стан. Место, где путники дорожные остановились для отдыху, временного пребывания и все устройства на месте с повозками, с котом, шатрами или иными угодьями. Википедия, инстанция, звено в системе, соподчиненных органов, государственных, судебных, партийных и так далее. Итак, хрустальное небесное шарство семь штук и все они крутятся с бешеной скоростью и в каждом свой портал под завязку набитой охраной под предводительством своего бога или богини. Не нужно никаких заборов с колючей проволокой. Преграду не подкопать, не перепрыгнуть. Вам никак не попасть в центр неба, не пройдя семь ниже стоящих инстанций. Разве не гениальная защита салара? Вот так выглядит скорлупа в объеме. Теперь понимаете, почему она многомерна? В который раз возвращаемся к модели атома. Кто осмелится сказать, что это строение не похоже на строение атомосферы? Подлетая к хрустальной сфере, мы увидим ее шлюз вот таким. А это уже вид из самой хрустальной сферы. Вот оно, шарство небесное, дворец хрустальный. Как вы догадались, планеты в космосе это и есть шлюзы-порталы для прохода внутрь хрустальных сфер инстанций. Каждую курирует конкретный бог или богиня. С огромным количеством помощников башков. Вот вам и пантеон богов. У бога есть спутники. Сами догадываетесь о значении этого слова. Помимо планет в космосе, также куча всякой летающей дряни типа астероидов, звезд, троидов, комет, колец, Сатурна, газовых облаков и прочих транспортных средств серых, которые умники астрономы разглядели в телескопы и с гордым видом тыкают нам своими снимками. Планеты естественно светятся собственным светом. Как вы понимаете, термин планета здесь уже неуместен, потому что во-первых, планета с греческого переводится как блуждающая звезда, а во-вторых, бог Сатурна курирует портал Сатурна. Бог Солнца отвечает за портал Солнца, и так далее. Таким образом, о каких планетах теперь может идти речь? Библия, книга Бытия, глава первая. И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем, и светила меньшие для управления ночью и звезды, и поставил их Бог на Тверди Небесные, чтобы светить на Землю. Теперь понятно, почему в Библии нет ни единого слова о планетах, потому что Библия основана на единобожии, а тут их целая группировка. Теперь важный момент. Все наши планеты до сих пор носят названия своих хозяев. Правда, официальной науке пришлось придумать еще несколько штук и кучу спутников к ним, чтобы показать свою прогрессивность, а значит несостоятельность античных моделей мира. Но даже новые фальшивые планеты и спутники продолжают называть именами богов. Видать, те держат астрономов в ежовых рукавицах. Движемся дальше, как сказал Есенин. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. вот с землей вышло то же самое. Мы уткнулись своим лицом в огромное лицо планеты, ползаем по ней как муравьи и хоть иногда пялимся на ее поверхность из иллюминаторов самолета на высоте 10 километров. Роли не играет, поэтому нам никак не разглядеть форму Земли. А твари только этим и пользуются, подсовывая нам картинки галактик и черных дыр, нарисованных в фотошопе. Так давайте посмотрим на Землю с высоты по-настоящему. Сразу предупреждаю, вид очень разнится с тем, что заложено у нас в голове с детства. Итак, как же выглядит Земля из космоса, то есть снаружи? А вот так, виноградная гроздь с каскадами виноградин разного размера, только вместо ягод к веточке прирощены планеты. Как вы знаете, виноградины, как правило, не круглые, а слегка поэтому Земля наша в разрезе выглядит вот так. Ничего не напоминает? А вот так. После захвата планеты твари не только изолировали салар, желток, но и позаботились о внешней оболочке Земли, чтобы полностью нас изолировать от каких-либо спасительных внешних излучений. Окупанты экранировали планету, покрыв ее. Вот вам и курочка ряба с золотом. Если вы считаете позолоту шуткой, то что прикажете делать с этим? Плакать или смеяться? Скульптура «Золотой земной шар» в Ватикане. Обратите внимание, что внутри позолоченной земли еще один позолоченный шар. Что это за шар, мы рассмотрим в финале. Оцените, на заднем плане прямо под аркой стоит памятник шишковидной железе. Но об этом в следующих выпусках. Хочешь что-то хорошо спрятать, поставь это на самое видное место. Я вам говорил об этом всегда и говорю сейчас. Самое хорошее место это самое видное место. Что твари конечно же и сделали. Положили прямо под нос спящих биороботов 4-метровую модель реального устройства Земли. Понятно, что форму упростили до шара, ибо яйцо никак не объяснить. И ведь не где-нибудь, а прямо в центре Ватикана. Кстати, эта штука еще и крутится. Вот небольшой сюжетик. Посмотрите сами. Давайте подведем итог. 7524 лета назад Землю переформатировали, закрыв центральный процессор Солар. Захватчики построили сферы влияния с проходами порталами, за каждую из которых отвечает определенный бог или богиня со своими спутниками или помощниками. Внимательный зритель задаст как минимум два вопроса. Что есть созвездие и почему мы не видим Солар сквозь хрустальные сферы? Учитывая, что услышанное вами полностью переворачивает понятие о космосе, я настоятельно рекомендую. Рекомендую посмотреть вторую часть выпуска с небольшим интервалом. Как показывает практика, за это время вся информация в вашей голове уляжется, иначе к середине второй части утюг может перегреться, потому потому что мы рассмотрим подробнее строение функции каждой сферы влияния, о которых вы даже не догадываетесь, а затем перейдем к устройству звездного неба. Благодарю за внимание, увидимся в следующем выпуске. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.